Более половины россиян, 58,6%, считают, что введение новых санкций со стороны Запада даст толчок к развитию экономики России. Противоположного мнения придерживаются почти 28% респондентов, свидетельствует данный опрос о компании Vox Populi, опубликованной на ее официальном сайте. На фоне беспрецедентного укрепления рубля, наши соболезнования тем, кто по заветам уважаемого Джо Байдена купил американскую валюту по 200, такое в целом более чем объяснимо. Интересует другое, наши западные партнеры и правда верят, что они смогут задавить Россию, не уронив собственной экономики. Как там говорилось смело, но глупо, кажется в этом есть смысл. Ведь, во-первых, что не секрет, США заморозили, а фактически стыбрили, нанеся тем самым самостоятельно, то есть без поддержки Кремля сокрушительный и решающий удар под доллару, как мировой резервной валюте и валюте мировых торговых расчетов, находившиеся в их юрисдикции российские резервы. Но тут же разрешили использовать их до 25 мая для оплаты внешних долгов, тем самым аннулировав даже теоретическую возможность фейкового российского дефолта, ради которого история с заморозкой активов и затевалась. И вот теперь они вроде как грозят, так сказать, повторить, но простите, кому какая разница? Поезд уже не то что два раза ушел, то есть дефолта Москвы не случилось, все кому надо перешли на рубли в расчетах на газ и вообще экономика Кремля стоит не шелохнувшись, от Вашингтона по факту сам по себе вокзал отъезжает. А поэтому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале издевательски написал, что запрет для России выплачивать внешний долг в долларах не самое плохое решение. Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Что касается, во-вторых, наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг, причем по вине своей же страны. Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса, отметил экс-премьер и бывший президент России. И кажется, это вообще не конец истории.